Село Красная Воля. Сегодня здесь провели финальную осеннюю обработку растений, так полюбившихся коричнево-мраморному клопу. Начинали же борьбу весной, когда он вышел из спячки. Результатом проведенных профилактических мероприятий селяне довольны. Потери урожая овощей и фруктов они не обнаружили, несмотря на то, что в Сочи вредитель предпочел плодовые культуры. Здесь было принято решение организовать системный подход. Вот, были задействованы все эти ресурсы администрации, выделены препараты, выделены специальные группы. По результатам, по итогам этих мероприятий, которые были приведены, на самом деле клопа незначительное количество. Если зимой мы их считали, допустим, сотнями на одно домохозяйство, то сейчас там 10, 20, 30 штук на домохозяйство. Как показывает практика, мы видим, что это можно преодолеть, то есть можно его извести, ну не на ноль, но на незначительное количество, которое уже не будет влиять на урожаи сельхозкультур. Нашествие клопа для курорта не стало неожиданностью, доложил мэру директор департамента по охране окружающей среды, лесопарковому и сельскому хозяйству. И семь этапов борьбы с коричнево-мраморным вредителем позволили сочинским сельхозпроизводителям собрать урожай. Бороться с клопом, подчеркивает глава города, необходимо и в период его зимней спячки. Мы знаем, как с этим побороться. На восьмом этапе мы действительно доведем это дело до логического завершения и получим хороший результат. Безусловно, мы доведем. У нас есть опыт, у нас есть техника, средства защиты. Мы же приобрели 200 опрыскивателей и сегодня нет необходимости привлекать дополнительные силы извне. Надо мобилизовать наше население, надо мобилизовать всех наших дачников, всех сельхозпроизводителей, всех заинтересованных лиц, чтобы они понимали, это для них нужно. И то, что проделана огромная работа, затрачены огромные деньги, эти деньги должны дать результат. Поэтому восьмой этап надо завершить достойно. Выполняя ваше поручение, немножко шире скажу на сегодня, чтобы успокоить население, выполняя ваше поручение о создании системы защиты растений, мы сегодня уже согласовываем разработанные изменения в программу благоустройства, где в разы увеличивается финансирование на борьбу с вредителями и болезнями. Ну и, собственно, разрабатываем планы мероприятий, которые позволят возродить ту систему и уходить нам от критических ситуаций, а в плановом порядке превентивно, заранее начинать бороться и побеждать этого вредителя. В борьбе с теплолюбивым вредителем все средства хороши, в том числе и народные. Поэтому в Сочи будут использовать и фальш-зимовки. Это утепленные конструкции, которые клоп обычно выбирает для сна. Затем зимние квартиры вместе с вредителями просто сожгут, тем самым в разы уменьшив популяцию клопа. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова